всем привет сегодня уже просто пора наконец-то дать все ответы на накопившиеся вопросы в комментариях к разным абсолютно роликам поступают куча комментариев по поводу куда мы делись что происходит с хозяйством что с козами что с кроликами со свиньями какие планы сразу скажу это лето перевернуло у нас просто все смог на голову очень много глобальных таких скажем изменений в происходящем в планах вот все потихонечку сейчас начнем разбирать показывать рассказывать и давать объяснения давать ответы вот комментарии мы все читали не на все мы дали ответ потому что повторялись однообразные скажем так комментарии одного смысла одним из самых значимых и главных таких изменений в нашей жизни это стала смена работы то есть мы одновременно с юлия андреевной сменили рабочее место вот отправились работать на завод теперь мы заводчане металлурги и сами удивились вот никогда бы не подумали что окажемся на заводе но тем не менее теперь мы работаем на градообразующем предприятии пятидневном графике ну я думаю объяснять не надо люди все взрослые вот смена работы всегда продиктована финансовой стороной вопроса какими-то взглядами на будущее вот тем более что у нас подрастают дети старше уже учится младше только предстоит все это требует денег данный момент вот это сельское хозяйство она больше у нас получается как для собственных нужд вот финансовых каких-то приходов с него нет только лишь продукты питания поэтому у нас встал вопрос а надо ли нам такое количество продуктов питания естественно нет у нас получились забиты холодильники забиты мясом забиты салом в общем вся эта продукция стала для нас неким грузом потому что мы его не успеваем потреблять ездить его продавать предлагать на это тоже надо время отдача от этого небольшая вот люди которые могут себе позволить вот эти домашние продукты их не так много на самом деле потому что среднее нашего населения имеет такую потребительскую корзину возможность финансовую только лишь затариваться по акциям в крупных маркетах все что по желтым ярлычкам это разбирается населением со скидкой вот естественно домашняя продукция получается примерно раза в два в два с половиной дороже чем нечто подобное в магазине вопрос качества здесь опускается потому что люди выживают больше других вопросов нет естественно если предложить матери вариант купить кусочек мяса настоящего домашнего или накормить вот это ребенка какими-то химикатами напичканными естественно она бы выбрала настоящий кусок мяса если бы не было финансовой стороны если она потратит все деньги на это мясо естественно как она будет в принципе выживать поэтому долго мы не будем это раздувать это и так все ясно на сегодняшний день получается что у нас хозяйство стало вырастать просто гигантскими шагами у нас плодились кролики у нас плодились козы в этот момент мы меняем работу сразу вдвоем люди кому приходилось это делать они понимают что до следующей зарплаты надо еще дожить а это надо проработать оставшееся время и плюс еще один месяц да там календарь тогда ты получишь полную зарплату естественно это в некотором смысле подкосило нас финансово и мы вынуждены были предпринимать некоторые меры к чему это привело привело к тому что мы были вынуждены остановить эксперимент с кроликами то есть вот это вольерное содержание потому что к этому моменту кролики у нас стали употреблять вот этого сена в пищу примерно в два раза больше чем козы сама по себе кроличатина в нашем районе она не востребована не востребована почему? дорого это раз во вторых брезгливость населения люди у нас не в курсе что кроличатина это что-то такое хорошее вкусное полезное мы попросту оказались в ситуации когда были вынуждены выбирать какую скотину кормить у нас оставалось два тюка сена свежего сена еще пока в продаже нет денег на закуп этого сена у нас тоже нет так как их надо еще дождаться вот закупить какие-то корма мы можем только по минимуму вот то есть перепелиный корм козам для дойки на сена у нас уже денег просто-напросто не было посоветовавшись мы попросту решили отказаться от кроликов полностью то есть невзирая на то что мы выбирали каким способом их разводить вот эта толпа бегающих жрущих кроликов образку оказалась не нужна в условиях подсобного хозяйства что такое подсобное хозяйство это продукты питания полученные собственным трудом в помощь собственной семье да там можно допустим ставить ставку на то что часть можно продавать да по закону мы можем излишки продавать даже без налогообложения вот но они должны быть востребованы а кроличатина у нас невостребованный продукт то есть если допустим у нас люди спрашивают козье молоко творог спрашивают яйцо то кроличатину это надо ну скажем предлагать спрашивать ну никому она не нужна особо рассуждать здесь не пришлось вольер сам по себе не пропадет у нас скотины много мы его приспособим к другую живность сами кролики в таком количестве в каком их народилось нам попросту не нужны мы утонули в этих кроликах у нас постоянно находилось в работе 5 гнезд из одного гнезда вышли из другого вышли и еще 5 гнезд лежит с молодняком все выводы относительно содержания кроликов в вольере мы дадим в отдельном видео потому что это будет интересно не всем а только тем кто интересовался конкретным экспериментом вот здесь мы просто констатируем факт что происходит на сегодняшний день на сегодня в нашем хозяйстве кроликов нет вот относительно поз как вы могли видеть в недавно вышедшем ролике у нас родила Аленка теперь в нашем хозяйстве есть маленький козленок вот который подрастает такая вот аномалия у нас приключилась роды под конец лета но тем не менее факт есть факт что же у нас случилось с кривошейкой звучат вопросы вот спешим вас обрадовать кривошейка жива-здорова полностью выправилась у ней шея и сейчас мы вам ее покажем так ну вот она наша кривошейка жива и здорова как можете видеть чувствует себя отлично прошла у нас курс лечения от свернутой шеи а также довольно продолжительное время она у нас лечилась от кашля на сегодняшний день все хорошо вот такая вот была история которую она успешно пережила тут у нас живут перепелочки здесь как помните жили у нас молодые козлята подростки на сегодняшний день этот сарайчик превратился в съемочную площадку здесь мы снимаем ролики про нашу крысу которую потихоньку потихоньку пытаемся поймать на сегодняшний день этого пока не произошло вот эта вот устрая милота появилась на свет пару дней назад а уже носится прямо как горный козел в в в в в и в и в и в и в и в и здесь у нас расположились гуси две штуки из 13 яиц которые мы уложили на инкубацию вылупилось только два гусенка остальные оказались пустыми вот живут теперь один серый другой белый пойдемте взглянем на фросе на этого огромного дегемота который расположился у нас в теплице вот 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 она такая жесткая грязная морда трося пятачкова ну ты накрасилась то прямо вот 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 уже здоровенная свинюга у нас ходит на горизонте у нас опять тучки гуляют по ходу будут дожди и не слабенькие давайте ускоримся на сегодняшний день кроличий вольер у нас заняли козлята занимают они территорию только самого выгула помещение внутри пустое пока никем не заселено все здесь вычищено убрано немножко сена осталось мы сюда на 2 дня гусей пересаживали вот такая вот пустота здесь пришлось убрать окна для того чтобы выстроить население для коз ну и никто не живет это все условно на самом деле здесь поселились у нас незваные жильцы как можете видеть это осы это все вы вы Субтитры сделал DimaTorzok